всем привет и доброе утро сейчас по 3 дня простите за крики сумасшедшие соседи как обычно я только проснулась умылась почистила зубки и сейчас поем и в принципе мы начнем влог о прогулке в одиночестве с книжечкой и термосом как я обещала своем телеграм-канале если бы точнее как вы сами выбрали у меня в телеграм-канале так что да если вы хотите как-то воздействовать на мои дальнейшие видео то приходите туда подписывайтесь и следите участвуйте вопросов всем приятного аппетита добро утро доброго дня доброго вечера подписывайтесь на канал ставьте колокольчики пишите комментарии ставьте лайки ну и можете подписаться опять таки на мой телеграм-канал на группу вк с артами и на мой густи где подписка в месяц стоит всего 50 рублей вроде просить за такой кадр просто не знаю меч это сердце приходил из-за тревожности где-то странно потому что я уже выходила на улицу одна и читала полотно и гуляла то есть пиздец простите просто реально я не знаю успокоительные закончились поэтому на будет фигово если если опять накрылась медленно тазами я снова не смогу выходить на улицу ничего я сейчас что-нибудь придумал давайте подышим не знаю возможно там еще дождь начался и как бы вообще не особо кайфово но я тогда сейчас я сейчас я схожу в магазин посмотрю что-нибудь и я думаю от этого я успокоюсь вот я вышла на улицу я молодец дождь закончился такое знаете это как будто он в цены покапал чтобы я нигде не присела на улице вот ну да ладно сейчас мы простите я задыхаюсь сейчас мы пойдем в магазин экспрайс потому что это обожает магазин ничего не могу всего поделать и посмотрим может быть что-то и нужное может быть еще в копейкин дом зайду за всяким до дома пока не знаю вот очень тревожно на самом деле поэтому хочу как-то отвлечься на какие-то позитивные мысли позитивный вибрающин вот так все хорошо главное не переживать все в порядке я справлюсь я молодец ты молодец мы молодцы сейчас мы пойдем под наше любимое место под мостом на улице сейчас ужасно душно я сняла кофту потому что начнем носить вперед в такой вот прекрасный честно украденный у александра александровича кофте сижу да лава очень мокрая но как раз таки кофту я и постелила чтобы спокойно посидеть что могу сказать очень тяжело просто очень тяжело я думаю тревожные люди и в принципе стеснительные наверное меня поймут когда ты идешь и тебя в голове типа нужно смотреть прямо а тебе все равно прям вот автоматически ты хочешь смотреть в пол и идти вот просто смотря в пол и ты по сути себя заставляешь что типа да нет я сейчас справлюсь легко я буду смотреть чуть ли не людям в глаза но ты не можешь тебя просто автоматически я смотрю на пол и какая классная плиточка здесь положено я на улице все жарко не до невозможности душно и я наверно очень жду дождя потому что мне кажется тогда мне станет чуть полегче вот как-то так я еще сняла носки потому что они просто невозможные и так в кроссовках поэтому это нормально хотя это все так странно снимать носки где-то не дома не на тренировке или еще что такое очень странное ощущение мне нравится это место потому что оно такое безлюдное но при этом не видно на месте ну то есть маньяков не будет но как бы и лишних людей посмотрел сюда ходящих тоже не будет вообще я очень рада что выбралась из дома и решила почитать погулять потому что в принципе потом погода наладилась и стала намного лучше и легче я дочитываю книгу чтец немецкого автора про концлагерей и в принципе отношения нового поколения к тому что их родители были в рядах нацистов и вот все такое очень интересно немного ну как немного но пугающий но при этом заставляет задуматься каких-то вообще разных вещах поэтому не всем посоветую но все же очень интересно если вы хотите о чем-то посидеть позадуматься порефлексировать то самое то вы знаете это ощущение когда вот-вот начнется дождь или гроза и вот что-то такое и все вокруг становится серым очень странно потому что у тебя просто зрение такое что происходит мозг не понимает почему все становится серым и блеклым ведь вроде бы все осталось таким же просто освещение вот и все это можно сравнить с тревожностью и депрессией ну мне так кажется по моему мнению что также у тебя просто как будто меняется освещение все остается прежним но ты видишь все по-другому то есть то что раньше тебя радовало заставляет тебя грустить или вообще не испытывает никаких эмоций потому что все стало серым бесцветным но главное этот момент постараться постараться и хотя бы после этого момента постараться вспомнить что цвет есть что есть радостные моменты что жизнь остановилась что все хорошо что все можно наладить вообще давайте покажу вам что я купила зубную пасту потому что у нас закончилась умывалку просто у меня проблемная кожа и нужно что-то с этим делать тоник мне уже начал помогать кстати прям я заметила результат а вот не знаю может быть заменить мыло обычно на гель для умывания посмотрим ябурен еще такой миленький и со скидкой был поэтому да если вы хотите что-то написать по поводу того что я горблюсь то не стоит потому что я так прекрасно знаю об этом это очень большая проблема из-за которой с моей спиной есть трудности но что поделать к сожалению мне так удобней сейчас произошло что-то поразительное потому что я просто сижу читаю мимо проходят две девочки очень такие миленькие и одна из них поворачивается ко мне останавливается и говорит девушка вы очень красивая и идет дальше ну и я такое спасибо продолжаю читать а потом у меня улыбка на лице просто расползается очень приятно я сама так люблю делать если вижу там у девчонки классные волосы знаете прям вот красивые или она одета очень красиво или просто как-то грустно идет и вот ну вот никогда мне самой так не делали поэтому я даже не знаю что чувствовать но очень приятно ну вот конечно я немного из-за этого отвлекалась от книги но блин очень приятно не знаю если она увидит то не увидит но спасибо тебе ты очень подняла мне настроение и вообще спасибо большое все начался дождь такое сейчас пока только капает но чувствую может начаться прям сильно поэтому я созвонилась с Александром Александровичем мы сходим в игротеку вот да посидим чуть-чуть но зато вот приятненько вместе а то он сегодня вообще должен был быть только вечером мы должны были встретиться и все это поздним вечером а так хотя бы вытянула его на чуть-чуть со мной посидеть поиграть ой тут сейчас лестница это мой враг е-мое я уже зарегалась в игротеке ну грубо говоря закинула там денюжку себе на этот и сейчас жду Александра Александровича сюда вот в принципе все нормально чувствую себя неплохо дождик льет вся мокрая будем надеяться книга не промокла потому что я сегодня сумкой Маяковского и как бы там она тканевая поэтому фиг знает но что ж поделать это ж не кто-то мою книгу испортил а я сама о боже кто пришел я быстро установку спайка хорошо так что я не долго у меня тут кто-то короче поменял клавиши и и о да но мне ты просто может человек сменил их а вытащил опять чтобы решать у меня походу кто-то решил прикольдываться а я не могу понять что происходит думаю может у меня глючит тоже раз 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 это хардбас все спортивки в адидас просто иногда тебя плохо слышно точнее иногда тебя вообще не слышно а ну я не знаю почему у меня вроде все нормально опять же вообще прекрасно причем ах ты ж крыса ну я одну убила с собой как говорится я умру но с собой кого-нибудь себе миленький медведь на сайте или коротко о том как я рисую и как хочу рисовать просто гениально не надо правда герасим просто такой никто с ними здесь не не Brown Все, я уже иду домой Александр Александрович пошел дальше работать А я сейчас Топаю домой Не зря я носочки все-таки Брала с собой, потому что Стало прохладно, я их надела И в принципе стало получше Поиграли Попроигрывали, повыигрывали В принципе все классно Я уже дома Мне пришлось попросить Александра Александровича Проводить меня до дома Потому что мы разошлись Он пошел дальше работать А я пошла в магазин и домой И по пути до магазина Очень была странная ситуация Это кринж истории Ко мне подбегал какой-то странный чувак Вот так вот заглядывал ко мне в лицо И отбегал Один раз так делал, я подумала Ну может обознаться, иду дальше Я же в наушниках иду, я игнорирую полностью все Потом он подбегает второй раз А я уже То есть я заметила, что они ушли в другую сторону Потому что их было двое Второго я не рассмотрела Потому что он постоянно мне за спиной маячил И я видела только его тень И топот слышала И получается Подходя к магазину уже Там у нас есть, короче, развилка на мост И к пятерочке Либо дальше к пятерочке Я же поворачиваю к пятерочке Он опять ко мне подбегает Прям заглядывает Вроде бы даже что-то говорил Я же не слышу, я в наушниках Он, короче, прям вот так активно Причем, так знаете, как-то типа Вот И я вижу по тени, что сзади меня Прям вот чуть ли, блядь, не за спиной Стоит, ну, идет второй чувак И топает Я такая, ладно, просто идем дальше Все хорошо Я же заворачиваю в пятерочку А этот чувак еще посмотрел Так пробегает на меня дальше И я заворачиваю в пятерочку Вижу, как он останавливается Смотрит на меня Убегает к своему другу обратно И все Ну, я на панике Потому что, ну Так я и так тревожный человечек А еще я же мечтаю про маньяков И так далее И как бы Сами понимаете, ситуация непонятная И я же написала Александру Александровичу Что Вообще с мыслями, что Если само что-то случится То он будет знать хотя бы А он же такой Типа, жди меня Я еще скоро прибегу Он пришел Принес мне Игрушку Выиграл автоматик Он еще две вытянул Нового Одну своей племяннице подарит И как бы Приятно, так сказать Вот Милый единорожек И он меня проводил до самого Ну вот прям до квартиры Потому что Я сначала вроде так Знаете, покупки надо купить Что-то Стараюсь не нервничать А сейчас вот придет домой Я понимаю, что это ужасно Потому что А если бы я пошла другой дорогой А если бы я Ну Не была в отношениях С таким прекрасным человеком Который может меня защитить И я Ну не написала бы Потому что я сначала такая Думаю Да может мне просто Пока лучше не писать Лучше перебдеть Чем не добдеть И меня потом где-нибудь найдут Блять Точнее тело Блять Поэтому Простите Я матерюсь Просто Урасно Я немножечко на нервах Ну ладно Давайте На хорошую ноту Будем заканчивать видео С хорошей нотой Покупочки Взрослого человека Сметану Не помню Брали или не брали Такую Но она по скидке была И как бы Всегда Главное проверяйте Сроки годности Масточку вот такую милую Она с котиком И тоже по скидке Я не держалась Куасанчики Мы обожаем Куасанчики кушать Поэтому Самый итог Это я вам уже показывала И Два батончика Вот таких вот Я их обожала Раньше кушать Они раньше продались Ученки на фикс прайсе Сейчас там нет Только вот в пятерочке Могите Поэтому само это Вот такое видео У нас получилось Спасибо, что вы его посмотрели У меня очень приятно Вот Что могу сказать Пожалуйста Будьте аккуратными И наблюдательными Потому что Всякое может случиться И берите с собой Скидочные карты Они очень сильно помогают Удачи И до новых встреч Пока Мои ручки Перед едой